Как только раскаиваться, сразу Бог даст человек, тут же. Вот прямо в этот же день. А раскаиваться надо долго, пока Бог не простит вас. Но это еще не все. Вы уже и после этого неправильно сядли с мужчиной несколько раз. Вам надо понимать вот это, что вы должны держать на дистанции человека, не подпускать себе, пока он вас назовет замуж. Нельзя думать, что если вы привлекли какими-то низменными способами мужчину, то он будет серьезно к вам относиться. Это неправильное мышление просто. Из-за этого неправильного мышления вы сейчас страдаете. Хорошо, спасибо. У вас есть возражения о том, что я сказал? Честно говоря, у меня открытие то, что мне нужно расстраиваться в своей неверности. Я так раньше понимала, что он тоже не видит меня. А не надо равняться ни на кого. Надо жить для Бога, а не для человека всегда в жизни. Если вы перед Богом виноваты, вы перед Ним и будете отвечать. Вот сейчас в вашем сердце холод идет оттуда. Сердце, этот холод не дает вам возможность выйти замуж. Хотя вы привлекательный человек. Вы притягиваете людей. Идете с ними себя неправильно. И к тому же еще холод и сердце он не дает человеку закрепиться рядом с вами. Это Бог решает, что хорошо и что плохо. Не мы. Мы можем все что угодно думать. Это Он соединяет нитью незримую сердца людей. И мы должны заслужить это. Если мы не заслуживаем, никакого соединения не будет. Не соединят сердца. Как это все можно сделать? Я встаю в углу. Меня поставили в угол. Я наказан. Я спрашиваю, что мне нужно сделать, чтобы выйти из угла. Правильно вопрос задан? Правильно вопрос задан или нет? Чтобы из угла выйти из угла. Ну, не чтобы выйти из угла, а чтобы меня выпустили из угла. Понимаете? Ну, что мне надо сделать, чтобы выйти из угла? Не надо выходить из угла. Надо стоять просто, принять свою участь. Что я виновата. Это и есть раскаяние. Я виновата. Я хочу понять, как правильно жить. Я хочу знания. Хочу прощения. Попросить тебя, Господь мой, что я в невежестве живу. И так вот жить, думать вот в таком направлении. И типа выпусти меня из угла. А вот принять эту участь, что я виновата. Может, какое-то время себе поставить идею, что я, как бы, ни с кем не встречаюсь вот несколько месяцев, а просто, как бы, для Бога живу, пытаюсь, как бы, смирение культивировать в своем сердце. Я уже думала. А? Я как раз об этом думала. Ну, вот, вы все сами знаете. У вас же Господь в сердце живет. Он вам уже подсказывает, как надо из меня. Спасибо большое. Вам спасибо. Ну, вот, девушку, да. Что вы оглядываетесь? Нет, не вы. Нет. Здравствуйте. Я бы хотела больше спросить. Я хочу стать мамой и не знаю, готова ли я стать ей, смогу ли я это все самое лучшее, что здесь. Если вы так думаете, значит, вы готовы. Потому что те, кто не готовы, они вообще об этом не думают. Ну, у меня есть страх, что я не смогу дать. И люди, которые рядом со мной, ну, потому что очень много, но у меня есть такой определенной привычки, я боюсь, ну, что ребенок, ну, вернее, я не хочу, чтобы ребенок выходить. Через два года у вас начнется плохой период. Вам будет трудно зачать ребенка. Этот период будет длиться пять лет. Прошел страх? Прошел? Понимаете, надо просто вот то, что требует жизнь, то и делать. Если человек начинает капризничать перед судьбой, то дальше будет только хуже, а не лучше. Мне кажется, что у меня просто какой-то стадный эффект, что все вопросы к маме и мне тоже будут достать. Нет, не стадный эффект. Вам пришло время зачинать ребенка, рожать. Если я говорю, вы протянете два года, дальше будет тяжело очень зачать. А правильно решать решение о хуже? Не, неправильно, надо его уговаривать. Он же не соображает, что у вас через два года будет хуже. А вам изнутри Господь дает знание. Он говорит, давай, давай, пора уже. Надо уговаривать его, любить, с любовью уговаривать, что пора уже нам ребенка иметь. И через вашу любовь он это поймет. Он может понимать, но он может быть, что он сам осознал. Это называется женский эгоизм. То есть вы требуете от судьбы больше, чем у вас положено вам. Мало ли что вам хочется. Я говорю, что два года пройдет, и хочется вам, не хочется, вам потом пять лет ждать еще придется. Не будьте такой гордой. Бог дал человека, радуйтесь. Не может что-то понять, поймется временем. Но события, которые должны прийти сейчас, нельзя откладывать. Иначе вы будете отвечать за это по полной программе. Чтобы есть такая молитва. Незнание уничтожается с помощью знаний. С помощью света знаний. Тамасо, ма, джотир, гамая. Невежество преодолевается светом. То есть если человек в невежестве, в темноте живет, ему надо выйти на свет. Свет означает просветление сердца. Мритер, мама, мритан, гамая. То есть если человек деградирует, он в деградации находится, то ему надо вкусить счастье в духовной жизни. Побывать в атмосфере счастья в духовной жизни. Спасибо вам большое за вашу милость. Слышите меня, Евгения Цинчина? Я вам говорю спасибо. То есть если вы светом духовного знания озарите и счастьем, и нектаром вот этого счастья, молитвы, духовной жизни, одаритесь, озарите свою жизнь. Никто не может вам тьму в вашу лоно ввести. Если вы молитесь, никто не может вам... Там, где свет, никто не может сделать тьму. Там, где светло, ночи нет. Там есть только день. Спасибо, молодцы. Среагировали. Сегодня всем просто правильный. Теперь вы должны милость отдать другим людям. Милостивые должны стать. Отдать возможность говорить другим. Ну, женщина вот рядом. В красном, да. Надо ближе микрофон. Добрый вечер. Ага. У меня такое вопрос. Почему вы в протяжении всей жизни за меня приступили? С этим незаконимаемым. Потому что вы очень напряжены. Вам надо учиться снимать напряжение с себя. У вас природное такое, очень глубокое, сильное напряжение внутри. Это напряжение разрушает организм. Нужно учиться успокаиваться. Можно заниматься йогой. Такие хатха-йога упражнениями успокаивают психику человека. Вам надо начать успокаиваться и начать кушать больше сырой пищи. Может быть, 80% сырой пищи. Потому что у вас очень горячий организм. Много огня в организме. Вы постоянно пригреваетесь везде. Ну вот, два вам совета я дал. Делайте это. Добрый день. У меня такой вопрос. Полгода назад получилась так, что я выросла с работы. Через два месяца я ушла с молодого человека. Через два месяца что? Ушла с молодого человека. У вас плохой период был в это время. И вот сейчас, в протяжении полугода, я не могу найти его опыта. И меня это очень сильно понравилось. С молодым человеком вопрос был, который не решен. Я только про опозицирую. Он сказал, что он хочет лениться. Не хочет лениться? Боится, потому что. Да. Вы его замучили? Нет. Как нет? Вы же упрямая, такая обидчивая, разве нет? Ну, может быть, упрямая, но не обидчивая. Может быть, упрямая, но не обидчивая, да? Да. Вы недавно на него обиделись, прямо несколько дней назад? Нет. Нет? Мы с ним не общаемся. Не общаемся? А, вы, значит, на кого-то другого обиделись, да? Да, мы обидели. Работу сейчас пока не найдете, потому что у вас такой период, вот вообще шансов нет никаких. Спасибо вам большое. Сейчас не найдете, но где-то, вот, сейчас посмотрим. Май, июнь, июнь. В сентябре уже будете работать. Так долго. Так долго, я хочу делать. В августе, может, в середине появится. Сейчас вообще шансов нет никаких. Ну, как-то, может, подрабатывать сможете, но постоянную работу вы не найдете, точно. Сейчас пока. Но это из-за того, что я сама уважаю? Нет, так действует судьба просто. У вас сейчас такой период, что вот просто отшибленное состояние от работы, вам тяжело. Так действует влияние злых планет на вас. Это так действует судьба, просто так бывает. Вы должны принять от меня этот факт. Я понимаю этот факт, да? Как-то время, как-то, конечно. Можно делать как-то, подрабатывать. То есть, не то, что вы должны с голоду умереть за это время. Надо подрабатывать что-то, как-то искать возможность, но постоянно возможности не будет. Спасибо. А про прокурору человека, ну, правильно, что я перенимаю его решение? Да, конечно. И отстану его. Да, надо его воспитывать, развиваться. Он не развит, и вы не развиты, чтобы жениться. Вам надо развиваться обоим, общаться, общаться. Погода, например, в чужом протяжении вырастает, когда вы оставались. Вам не надо вместе жить, надо общаться с ним, как-то вот развиваться. Может быть, вам самой духовно начать развиваться, чтобы на него влиять сильнее. Спасибо. Да, вот девушка, дальше на втором ряду. Спасибо вам. От чего боль? От того, что у меня папы нет, от того, что он... Вы обиделись на Бога? Обиделись на Бога? Надо принять судьбу. Первый шаг победе над судьбой – принятие. Надо молиться, молиться, чтобы вам... Вот все это переваривать начать, вашу судьбу тяжелую. Принятие. Сначала принятие. Невозможно выйти замуж девушке, которая скорбит, находится в депрессии, в отчаянии, то есть она сопротивляется судьбе. Выйти замуж невозможно из-за этого сопротивления, потому что, ну, чтобы девушка вышла замуж, от нее и должно исходить счастье. Когда счастье означает, что вы уже сдали свой экзамен. Как только девушка сдает свой экзамен, от нее начинает исходить счастье. Она счастливой становится. От вас счастье не исходит. Почему? Потому что вы не принимаете свою судьбу, а принятие идет через молитву. То есть труп души дает возможность принять все, как есть. Принять. Потому что, когда вы принимаете, сразу же несчастье оборачивается, наоборот, счастьем. Вот, допустим, если женщина ведет себя правильно с сыном, который растет без отца, то он становится как взрослым уже, будучи ребенком. Он становится очень взрослым. Заменяет как бы мужчину в семье. Ребенок. Мальчик. Мальчик же важен. Правильно означает сначала начать с себя. Нужна молитва, работа над собой, отношения со святостью. Я желаю всем счастья или молитва. Вот девушка рассказывала, как правильно. Она вот год уже, да? Так же говорит. Я рассказываю девушке. На первом... Кто-то девушку... Она ушла, наверное, на другое место. Вот. Она мне рассказывала, как она вот год уже работает над собой, развивается. Вы как-то работаете над собой? Сколько вы работаете над собой? Ну вот, вы развивайтесь, слушайте лекции, работайте над собой. И постепенно в сердце успокоится, появится сила внутри, твердость внутренняя, что все будет хорошо. Как только у женщины, у девушки появляется внутри спокойствие в сердце, дальше вся энергия ее идет к красоту. Это естественно. Вот только спокойствие появилось, сразу все, щечки лучше стали, глазки все подрумянилось, вся энергия пошла к красоту. Сразу же. Пока она не успокаивается, все идет к беспокойству в этом. Красоты нет. Таким образом, первая обязанность человека, у мужчины точно так же, как только он успокоился в сердце, вся энергия идет в деятельность, в развитие. Ну, легче работать, зарабатывать там и все прочее. Развиваться как личность. Но пока он беспокоится в сердце, вся энергия идет к беспокойству. А потом, когда вы с собой разберетесь, с собой, вам надо больше гулять, ему там это, ну, не хватает свежести, воздуха не хватает. Нужно больше гулять на улице, активности больше. То ему как бы тяжеловато стало. Вам не хочется гулять сейчас? А что не гулять? Что не гулять? Надо гулять, если хочется. Бог же вам подсказывает изнутри. Целым день, днями надо гулять, гулять, ходить. Вы все поняли уже, да? Что делать как надо? Ну, вы женщина, вот вы, да. Ну, что вы оглядываетесь? Ну. Вы как-то меня переоцениваете. Вот мне организаторы сказали, что люди звонят и говорят, что Олег Геннадьевич приезжает, не какая-то, ну, не помощник, не ученик. Олег Геннадьевич приезжает. Я же не с небес как бы свалился. Обычный просто человек. Что вы так относите? Олег Геннадьевич, у меня такая факуация. Я живу сейчас с мужчиной, а вот он сказал, ушел от семьи, от брошенской страны. От своей семьи, да, ушел? Да. Они прожили восемь лет в брошенской браке. У них есть ночи. У жена сейчас сильно страдает, плачет каждый день. Вот. Когда мы с ним познакомились, он сказал, что они не живут уже как вместе, как вот, 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 вот. Понятно. Мужики всегда обманывают, когда, мужики всегда обманывают, когда хотят девушку себе подцепить. Они всегда ей на уши вешают все, что могут. Боня, что теперь делать? Каким мы с ним сейчас? Что теперь с ним делать? Что с ним сделаешь? Ну, убить его нельзя. Как бы, пусть живет. Ну, я не буду ее пока расстаниваться, возвращаясь. Женись, чтобы она принять старую даму. Потому что он хочет жить на мне, а он не памятна. Сверху с тяжестями. Я вам не смогу. Вы скажите, пока, пока, ну, не раскается он, пока она не простит ему, вы не должны жениться? Я ему говорю, попробую хотя бы. Он говорит, даже если тебя не будет, я назад не вернусь. Ты можешь... Куда вернется? Вернется. Нет, он мне говорит, если даже я умду, от него, он назад не вернется под семью, что это его решение, если вины нет. Ну, это понятно, что вашей вины нет, но проблема-то в том, что вам все равно хлебать это придется, потому что есть это ваша вина в этом или нет. Все равно вы же живете с человеком, который совершил ошибку, а вы не можете как бы выйти из этой ситуации. Понимаете, потому что ситуация делится на две части, когда люди живут вместе. Если он совершает ошибку, то что вы теперь будете делать с этим? Если вы хотите знать, что вам... Ну, вот вы были замужем, и... я родила сына, и так не смогла работать в гремлевом области, но у меня постоянно заставлялся. Аборт сделал, заставлял? Нет, работать. Муж заставлял работу. И что произошло дальше? Я родила здоровья сына, но в итоге я работала, но заставил меня взять деньги в кредит и бросил нас. Бросил? А кредит на вас вставил? Да. Через полгода на решение вывернулся. Но с расстраиванием что он хочет, чтобы вернуться, и вы должны прилететь, но с таким действием, что вы должны взять еще кредит. Ну, на него пускайся, на себя берет, да и все, что на вас. Ну, вот он на себя не мог. Ну, значит, когда до свидания. Правильно, правильно, зачем это надо? Нет, что значит сходиться? Сходиться можно, а брать кредит не надо. Я решаю часть сына с папой, на дороге постаралась, чтобы... Может, вам разобрать своим мужем сначала, сказать ему кредиты на себя бери или вообще не берем? Нет, мы уже родители уже закрыли. Просто у меня сейчас нет, я зачастую с мужем, но у меня это болит. Ну, что, он к мужу вернулся? Он же ждет вас? Он ждет. А? Он ждет. Не ждет? Нет. Ну, сожалеет обо всем. Ну, идет обо всем. И просто такая ситуация сейчас, когда мужчина с ним не работает, он просто на работе эксплуатирует. Какой мужчина? Рядом с ним и шагом. Он вас эксплуатирует на работе? Да. Ну, скажите ему, чтоб не эксплуатировал. Ну, я хочу надо уйти с работы и посмотреть, расстанетесь или нет. Если расстанетесь, так слава Богу, потому что он же бросил жену и все равно у вас нормальной жизни не будет, пока он не раскается. Что вам, зачем вам еще то же самое, те же самые ошибки совершать, как с первым мужем? Почему не происходит это? Разных людей. Потому что вы не умеете воспитывать мужчин. Женщина должна быть очень сильной в отношениях с мужчиной. Если он делает неправильные вещи, надо настаивать на своем, уметь. Не надо идти на поводу. Женщина хочет. Я его не стремилась. Женщина хочет. Если не будешь работать, тебя брошу. Что это значит хочет? Что это за такое хочет? Ну, что делать? 24-ю. Вы себя расстраиваете, возвращаете. Вот смотрите, это вопрос для всего зала. Для всего зала. Вот я сейчас как бы не ответил, она не услышит меня сто процентов. Потому что сердце не способно слушать, когда оно не живет духовной жизнью. Вы молитесь, нет? Я молюсь даже Бога, если бы не могилась, я бы наверное не знала. Вам надо развивать отношения в сердце, то есть надо сердце свое очистить, понимаете? Потому что я вам уже пять раз сказал, что вам делать, и вы все равно продолжаете меня спрашивать. И потом, когда вы уйдете из зала, опять вы все забудете и опять будете в сомнении. Первое, что да, вам нужно раскаяться, потому что не вы решаете, вы говорите, чем не делать. Это Бог все делает. Он или оставит вас вместе, или нет. И вы же себе жизнь создаете. Вы только живете, как можете, а потом получаете результаты. Бог дает. Ваша ошибка заключается в том, что вы не настояли, не воспитывали своего мужа, и это вы серьезно виноваты в том, что он сейчас один остался. Это ваша вина конкретная. И я бы на вашем месте те отношения сначала до конца выяснил, можете вы вместе, не можете, надо ему условия ставить, и все прочее. Ну то есть надо те отношения выяснить, которые вы получается соучастник этого преступления. То есть он сделал глупость, а вы ему помогли. Это первое, что надо сделать. Второе, что касается этого человека, то надо ему ставить условия, тоже. Пока он не раскается, пока та женщина, надо с ней поговорить и вообще с той женщиной сходить, узнать, как ее настроение, что она, как познакомиться с ней, поговорить, если она вас проклинает, она как бы в слезах, вся в соплях, и как бы говорит, ты за это ответишь, точно вы за это ответите тогда. Надо узнать ее настроение, а я чувствую настроение, она чувствует себя обиженной, что вы ее счастьем живете. Видите, вы глупости сколько сделали, то есть вы недоделали отношения с своим мужем, начали строить с другим человеком, который сам убежал от своей судьбы и разрушает жизнь своей жены сейчас. Я считаю, что вам надо одной пожить какое-то время, начать общаться с мужем, прояснять с ним ситуацию. Если сможем ничего не получится, видите, уже следующий шаг, надо с этой женщиной поговорить, если она не хочет его видеть и не хочет с нему возвращаться. Вот вам цветочек тоже. Видите, она мне розовенькие цветочки подарила, она любит розовенькие цветочки, я знаю. Понимаете, когда человек хочет себе счастья и делает неправильные вещи, он только запутывается все больше и больше в своей жизни. Сейчас вам не счастье нужно, а скеза. Вам надо остаться одной какое-то время, никому ничего не обещать, бросайте, вы не бросайте, вам надо остаться одной, сначала решить вопрос с мужем и с той женщиной, которая одна осталась, узнать ее настроение. Вам тогда получше, попонятнее станет, что происходит, потому что если вы на чужих костях свое счастье не построишь, а кости с обоих сторон получаются, если ваш муж все-таки хочет, чтобы вы вернулись, а я так чувствую, просто он гордый человек не скажет, но я так чувствую, что он как бы сожалеет обо всем. И та женщина тоже сильно страдает от того, что муж ушел, а если как бы вы не ему твердо скажете, пока нет, то посмотрите как раз его реакцию, если он будет наставить на своем, это один вариант, а если он сразу назад будет вилять, то тогда другой вариант, понимаете? Он же вас обманул, теперь вы должны строго с ним себя повести, чтобы все вернулось назад, то есть вам надо отступить назад, шаг сделать и уже идти вперед, дальше смотреть на свою жизнь. И все это с молитвой сопровождать, чтобы в сердце была сила понять, что делать дальше, как жить. Но сейчас точно в этой запутанной ситуации нельзя оставаться, надо от нее отодвинуться. Не, не спасибо. Вам легче стало в сердце или нет? Ну? Точно? Поклегчение наступило сейчас? Видите? Если Бог чего-то хочет, он реагирует сразу. Я, допустим, сказал, человеку легче стало, это значит, что это правда, так и надо делать. А если не правда, тогда тревога в сердце нарастает. Вам легче стало? Легче? Все, вот видите, хорошо, замечательно. значит, так и надо делать. Так, мы начинаем нашу лекцию. У нас религия собралась. лекции. Спасибо. 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 у нас все вопросы были по отношению к семье это очень важно понять я сейчас не буду это сейчас время через час там видите как очень большая проблема у людей личная жизнь и причина заключается в том что очень трудно как по-другому богу невозможно нас воспитывать потому что есть три типа отношения есть отношения просто обычные с людьми там дружба какая-то но через эти отношения вряд ли бог будет сильно воспитывать потому что они не имеют глубокой природы но встретились раз и до свидания разошлись эти отношения имеет временную природу бывают конечно друзья такие близкие с ними могут быть страдания в отношении следующий пласт более глубокий жизни это коллектив человека где он работает у него там есть какие-то близкие люди там больше может быть страдания когда человек трудности испытывать на работе то есть бог через это будет учить но больше мужчин потому что для них большую ценность предоставляет коллектив чем для женщин и и самые глубокие отношения человека формируются в семье причем часто у мужчины самые глубокие отношения формируются с женой а у женщины очень глубокие отношения сформируются с детьми поэтому часто мужчины отрабатывают свою карму самую тяжелую с женой хотя иногда и с детьми тоже бывает у мужчин все зависит от привязанности степени привязанности а женщины часто самую тяжелую судьбу свою экзамены сдают через отношения с детьми чаще всего причина заключается в том откуда идет счастье если человек допустим много счастья испытывает в отношениях с родственниками то это счастье становится причиной привыкания к нему и древние писания ведические писания это описывается во всех священных писаниях веды говорят что привыкание к человеку когда я привыкаю к этой дозе счастья которая исходит от близкого человека это является самой большой заразой который в этом мире существует потому что это желание наслаждаться счастьем исходящим от человека и называется эгоизмом то есть это самый главный первый враг человека то есть когда человек настраивается на то что ему положено получать какое-то счастье от кого-то что не так положено что моя жена мне положено наслаждаться или это мои дети я буду как бы сам решать все с ними буду наслаждаться и отношениями с ними здесь начинается узковой механизм для страданий потому что через эгоизм вылазит у человека все самое плохое что только можно вот настрой получился неправильным я хочу наслаждаться этим человеком означает для мужчины допустим моя жена обязана мне стирать готовить выбирать оба за обязаны меня слушаться не то что как бы бог не дал вот эту возможность испытывать счастье радость рядом женщины которые меня слушается это подарок судьбы что она так себя ведет я очень благодарен за это нет не такое настроение она обязана меня слушаться обязана убирать ухаживать стирать если она не будет это делать я ее заставлю потому что она моя собственность это моё этот человек является моим вот это называется уже эгоизм и этот эгоизм имеет страшную силу страшную природу разрушающую жизнь человек как жизни разрушаются через эгоизм выходят плохие качества характера человек сам не замечает их в себе потому что гордость затуманивает разум человек не понимает что он становится гордым в отношении женой не понимает что он начинает вести себя жестоко с ней каких-то случаях она страдает вот многие вещи не понятыми становятся допустим если человек увлекается слишком сексом и постоянно эксплуатирует тело своей жены удовлетворение своих желаний это тоже распущенность вызывает у них сердце потом постепенно у нее появляется такое же чувство что он имеет право то же самое делайте с другими женщинами у него все дозволенности из этой распущенности появляются дальше ну то есть другими словами видите есть определенный пусковой механизм как начинаются страдания человек они начинаются через эксплуатации того что я имею жизнь эта эксплуатация возникает из-за того что я неправильно представляю о том что человек часто неправильно понимает что такое любовь это касается всех вот смотрите допустим большинство людей как считает если я чувствую счастье от кого-то что идет счастье это значит что я его люблю вот так люди думают но если ты от кого-то чувствую счастье это не любовь это значит что тебе дают подарки потому что твоя любовь твоя собственная любовь это служение этому человеку а не чувствовать от него что-то а заботиться о нем любовь проявляется в служении любовь это то что исходит из меня это что я кому-то что-то даю это любовь а если я что-то чувствую от человека получаю радуюсь этому это не любовь это называется привязанность или вожделение из два слова две степени тяжести когда просто наслаждаюсь человеком это называется привязанность а когда я хочу уже требует него наслаждение это называется вожделение все пожирающий враг этого мира беды говорят самый страшный враг разрушающий всю жизнь человек иногда люди бросаются с крыши дома когда человек хочет наслаждаться человека моему не дают несчастную любовь он бросается и теряет свою жизнь этот враг вот это этот враг вожделение или желание наслаждаться кем-то разрушает его жизнь полностью а он искренне верит что это святое чувство вот если ты служишь кому-то какому-то человеку и у него все сердце возникает благодарность в отношении к тебе вот этот благодарность является святым чувством она исходит от бога то есть когда я служу служу заботиться близком человеке верно и к нему отношусь терплю его недостатки характера стараюсь сделать его счастливым это любовь любовь это труд души когда мы трудимся сердцем это любовь а когда мы просто хотим наслаждаться человеком это влюбленность или эгоистическое чувство которое люди возводят в рамках святости часто они путают они думают если я хочу наслаждаться кем-то вот это и есть самое лучшее что может быть жизнь нет это просто бог тебе дает возможность быть счастливыми все потому что это он соединяет людей сердца людей господь он тебе дал возможность служить заботиться от чего а ты используешь эти возможно для эксплуатации какой результат он уже подрешен результат подрешен если ты не поменяешь свое настроение твоя семья несомненно будет разрушена несомненно потому что никто не может терпеть вот это вот жизнь если человека постоянно тянут что-то из него никто не может терпеть потому что это желание наслаждаться человеком я воспринимаю как счастье а человек воспринимать как страдание здесь такой английский анекдот человек лягушку кидает камнями и она не говорит человеческим голосом причем не обрасаешь он говорит так это же фами ну то есть классно интересно как я тебя бросают и уворачиваешься она говорит кому фания кому смерть ну то есть понимаете в чем заключается что то что женщине нравится от мужчины для мужчины это аскеза вот допустим а то что женщине мужчине нравится и она счастлива это мужчине аскеза